Благодарю вас, госпожа председатель. Благодарим Гейра Педресона за его брифинг. Внимательно выслушали госпожу Рубову Хайсен. На политическом треке приветствуем наметившийся прогресс по возобновлению работы Конституционного комитета в Женеве, в своих контактах со сторонами и ведущими игроками неизменно за это выступаем. Рассчитываем на скорейший перезапуск прямого межсирийского диалога в Женеве. Крайне важно, чтобы данный процесс оставался ведомым и осуществляемым самими сирийцами, без вмешательства изне и без навязывания искусственных сроков и при нейтральном посредничестве ООН. Опыт последнего периода показал, что обставлять продолжение переговоров искусственными требованиями неправильно. Ситуация на земле в Сирии остается сложной. Вместе с тем, в начале сентября сирийской армии при поддержке российских военных специалистов удалось мирным путем урегулировать ситуацию в провинции Дараа и, в частности, вокруг пригорода Дараа Аль-Балят, где с конца мая отмечалась серьезная эскалация напряженности. Прекращение конфронтации происходит на основе дорожной карты, предусматривающей, в частности, урегулирование правового статуса замирившихся боевиков, вывоз непримиримых в Эль-Баб на север Сирии, сдачу оружия и размещение правительственных сил и российской военной полиции в осажденном районе. Нестабильностью на юге пытаются воспользоваться террористы в Эдлибе. Только за прошедший месяц было зафиксировано свыше 760 обстрелов в позиции правительственных войск, в результате которых несколько десятков сирийских военнослужащих были ранены. Ухудшается обстановка и в зонах турецких операций на севере Сара, а также в Зайфрате на фоне продолжающихся столкновений курдов с протурецкими формированиями и арабскими племенами. Осуждаем неослабевающие израильские авиаобстрелы по сирийской территории, которые подрывают усилия по стабилизации ситуации в Сирии и в регионе в целом. Исходим из того, что установление долгосрочных мира и безопасности в Сирии возможно только через полное восстановление суверенитета и территориальной целостности страны, прекращение незаконного иностранного присутствия и окончательного разгрома террористов. Стабильно тяжелым остается и гуманитарное положение в стране. Считаем настоятельно необходимым прекратить политизацию сирийского гуманитарного досье наладить предыдущую роль ООН оказание гуманитарного содействия всем сирийцам с соблюдением базовых принципов, сформулированных в резолюции Генеральной Ассамблеи 46.182. На этом фоне не теряет своей насущности вопрос облегчения антисирийских санкций со стороны Запада, которые, в чем солидарны все международные эксперты, лишь усиливают страдания простых сирийцев. По данным ООН, положение большинства сирийцев продолжает ухудшаться. 90% населения Сирии находится за чертой бедности. Эти люди сталкиваются не только с серьезными экономическими трудностями, в частности, инфляцией и дефицитом продовольствия, но и с опасными последствиями водного кризиса, создающего угрозу для 5 миллионов человек. В этой связи особое значение имеет полное и добросовестное выполнение резолюции 2585 Совета Безопасности ООН, предусматривающие расширение внутренних гуманитарных поставок Выдлепы на север Сирийской Арабской Республики, повышение транспарентности трансграничного снабжения, реализацию проектов по раннему восстановлению и наращивание поддержки сирийцев на фоне пандемии коронавируса. Сегодня данное решение представляет собой качественную новую основу для оказания гуманитарного содействия. Но время уходит быстро. Нужны конкретные сдвиги на земле, которые должны быть отражены в отчете Генеральной Союзной ООН к январю 2022 года. Благодарю вас. Продолжение следует...